Департамент региональной безопасности. С такими словами специалист начинает проверку в одном из ресторанов верхней части Нижнего Новгорода. Сотрудники в масках и перчатках. Количество гостей за столом не превышает допустимое. Четыре человека. В следующем кафе температуру проверяют и у самих организаторов рейда. Перчатки, маски, санитайзеры. В заведении есть все необходимые средства индивидуальной защиты. На некоторых столах предупреждающие таблички не обслуживаются в связи с указом губернатора. А вот в одном из торговых центров в нижней части города не все так гладко. Нам нужно, чтобы люди, которые ходят по торговому центру, были все-таки в маске. Понятно, боремся всеми силами, охрана предупреждает, масочки висят у нас одноразовые. Говорим, делаем замечания, но, к сожалению, мало делают замечаний. Администрация обещает взять ситуацию под контроль и усилить работу по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В местном фитнес-центре сотрудники соблюдают все необходимые антикоронавирусные нормы. Гости также приходят в масках. Для посещения фитнес-центра предъявляют необходимый QR-код. Когда проходит любой член клуба через турнику, идет идентификация на наш компьютер. Там записаны фамилии имущества член клуба. Он подходит на рецепцию, предъявляет нам документ, который утверждает либо наличие вакцины у него, либо справку о переболевании COVID-19. Соответственно, мы собираем фамилии имущества здесь и фамилии имущества, которые он предъявляет. Однако такая процедура вызвала у специалистов вопросы. Они отмечают, QR-коды необходимо сканировать, иначе их подлинность не проверить. Этот вопрос предстоит решить в ближайшее время. Информацию о нарушениях указа губернатора специалисты Департамента региональной безопасности, что называется, берут на карандаш. Проверки будут продолжены. Екатерина Васильева, Время новостей.